Лидер нацистов покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. Время выбрано не случайно, именно в эту ночь ведьмы собирались на самый главный шабаш в году. Гитлер верил, что он, умерев в Вальпурге его ночь, переродится в сподвижника Люцифера и посмеется над всеми, кто заставил его пережить неудачу войне. Незадолго до этого фюрер приказал позвать в бункер журналиста, который смог бы взять интервью. Нужен был корреспондент из нейтральной страны, чтобы непредвзято передать слова нацистского лидера. Приказ был исполнен, интервью записано. А перед самой смертью Гитлер позвал свою секретаршу и надиктовал ей последний вариант завещания. Правда, начало этого весьма объемного документа датируется еще 4 февраля 1945, а последние строки записаны 26 апреля. Но за день до самоубийства он внес некоторые правки. В этих двух документах содержатся мысли фюрера и его пророчества относительно судьбы мира, которые он собирался покинуть, а затем вернуться в дьявольском обличье. День, когда швейцарский журналист Курт Шпейдель оказался в Рейхстаге, точно неизвестен, примерно в конце апреля 1945 года. Гитлер тогда уже прятался в бункере. Он приказал Мартину Борману, личному секретарю, найти и привезти в бункер журналиста, который мог взять интервью. Условие – специалист должен быть подданным страны, сохранявшей нейтралитет в войне, чтобы каждое слово из последнего интервью оставалось объективным, а человек, слушающий фюрера, непредвзятым. Эту информацию можно найти в книге Борислава Скляревского «Тайна трагедии» 22 июня 1941 года. Писатель Григорий Киселев тоже утверждал, что Шпейдель был в Рейхстаге, но при штурме канцелярии Третьего рейха журналист погиб. Блокнот, где была записана стенограмма беседы с фюрером, оказался у советских войск и попал в Музей Вооруженных сил СССР, где-то до 1990-х мирно пролежал в архивах. Однажды один из сотрудников музея решил прочитать записи старого блокнота и расшифровал на стенографированные строчки. Это было настоящей сенсацией. В архиве столько лет лежал уникальный материал. Часть этого интервью впервые появилась в СМИ в 1995 году. На Гитлера покушались много раз. Среди самих нацистов несколько раз готовился заговор с целью уничтожения лидера. В интервью фюрер вспомнил про эти покушения и переживал, что и сейчас Вермахт его слова предает. Он считал, что гибель пришла в Рейхстаг главным образом из-за нацистских генералов-предателей, продавшихся американцам. Гитлер говорил, что в этом отношении Сталин был прав, так как вовремя устроил чистку в рядах советской армии, понял, кто является верным соратником, а всех предателей и прогнивших аристократов удалил. Лидер нацистов понимал, что сам он и его страна, Германия, проиграли в этой войне. Но он заявлял, что движение национал-социализма останется. Шпейдель так и записал, что в 21 веке национал-социализм может одержать победу даже в России, что Гитлер это предсказывал, правда, с рядом условий. Фюрер признавался, что считал русских людей дикими, необузданными, что в них слишком много азиатских черт. Однако он был удивлен тем, что именно русские оказались самыми сильными и выносливыми из всех народов, участвовавших во Второй мировой войне. И, если национализм проникнет в Россию, то это произойдет лишь тогда, когда сознание русского народа будет сломлено. Гитлер выражал благодарность германцам за поддержку идеи их арийского происхождения и надеялся, что движение национал-социализма когда-то будет переживать возрождение в странах Европы. Эта мысль фюрера оправдывается в наше время. Видимо, все так и есть. Ультраправые движения националистов постепенно вновь расцветают в Европе, забывшие ужасы Освенцима и Бухенвальда. Что уж и говорить об Украине. Уже в годы Второй мировой войны большая часть населения на этой территории подавали большие надежды для Гитлера. По словам фюрера, изначально война против СССР не планировалась. Да и вообще, это решение зависело ведь не только от его слова. Все началось с разгона лидеров штурмовых отрядов ССА в 1934 году и казни Эрнста Рэма. Этот человек стал одним из первых, кто вступил в НСДАП Германии, боролся с несогласными, шел все время рядом с Гитлером, плечом к плечу, был самым преданным национал-социалистом. Но в так называемую «Ночь длинных ножей» 1934 года Рэм был арестован, как и другие руководители штурма Птайлунга, и затем уничтожен по приказу Адольфа Гитлера. Если бы Рэм остался жив, то они бы вместе все продумали и такой войны не допустили. В последнем интервью Гитлер сказал, что только Рэм был его другом и умирал с его именем на губах. Правда, что конкретно сказал Рэм перед расправой, проклинал или восславлял фюрера, остается тайной. Кстати, о том, что Гитлер не хотел войны, он также упомянул и в своем завещании, однако там уже добавил, что вину за начала военных действий он возлагает на мировое еврейство. Еще уточнил, что ни один его шаг не был столь пагубным, как решение напасть на СССР. Фюрер знал, что война на два фронта станет началом конца нацистской Германии. Однако поначалу не предполагал даже, что именно дикие русские не поддадутся, не сломятся и выиграют эту войну у мощных войск вермахта. Теперь обратимся к завещанию Гитлера. Некоторые его пункты повторяют сказанное в интервью, поэтому мы будем говорить о тех словах, что оказались пророческими для России и всего мира. Это завещание еще называют политическим, так как в основном речь шла о дальнейшем устройстве Германии, ведь Гитлер не знал, разумеется, что страна будет разделена на ГДР и ФРГ, и в самом центре Берлина появится настоящая стена границы двух государств. В подписании этого завещания присутствовали четыре свидетеля – Борман, Геббельс, Бургдорф и Крепс. Текст был хорошо продуманным и взвешенным, основная часть уже написана, и в тот день фюрер внес только некоторые изменения и сделал завершающие штрихи. Секретарша Трауль Юнга вспоминала, что печатал очень быстро. Он говорил тихим голосом, ровно, но без запинок и остановок. Подлинников этой записи не сохранилось, так как Гитлер после внесения изменений передал документ какому-то офицеру, который тайно переправил бумаги в Австрию, якобы в один из банков. Но куда на самом деле делась подлинная версия, неизвестно, остались лишь черновики. Однако они представляют немалый интерес, так как многое из того, что там записано, постепенно реализуется в той или иной степени. Эти черновики исследованы британским историком Тревором Роппером. Были проведены текстологические анализы, а также использованы показания секретарши Юнге. Подлинность черновиков доказана полностью. Гитлер объяснял, что решает убить себя именно 30 апреля не только ради возрождения в образе сподвижника сатаны, но и с целью избежать позора и суда. Фюрер знал, что капитуляция Берлина неминуема, поэтому подробно расписал, куда определить его имущество. Все должно уйти в национал-социалистическую партию. И только коллекцию картины лидер нацистов отправил в Линц, его родной город. Все преступники предстанут перед трибуналом, Гитлер не хотел оказаться в их числе. Он все еще надеялся, что Германии останутся править те, кого он назначил в своем завещании. Это светочи нации, 15 министров, среди которых Дионец, который назначался командующим армией, а Рейх с канцлером Геббельс. Геринг и Гиммлер объявлялись вне закона за попытку договориться с врагами Германии. Гитлер пожалел, что заключил союзы не с теми, с кем следовало. Он считал японцев очень расчетливой и хитрой нацией, которая вступила во Вторую мировую, преследуя собственные интересы и действуя так, как ей было выгодно. Если бы японцы не напали на Пёрл-Харбор, то Рузвельт так бы и не решился открыть второй фронт, что к концу войны совершенно не устраивало обессильную армию вермахта. А сотрудничество с Муссолини ничего существенного не принесло. Итальянцы плохо воевали, для долгосрочных боевых действий мотивации у них не было. Они доставили только лишние проблемы. Другое дело – союз с Испанией. Гитлер считал, что напрасно не уговорил испанского лидера выступить вместе с Германией, пользы было бы намного больше. Взамен же можно было бы пообещать некоторые территории на юге Франции, за которыми Испания давно охотилась. А вот геополитические пророчества Гитлера сбылись как нельзя четко. Он указал в завещании, что Штаты и Союз после этой войны возглавят список самых могущественных стран мира. И как показывают законы истории, эти страны станут бороться друг с другом, не открыто с оружием, а с точки зрения идеологии и экономики. Так и произошло. После сражений на фронтах Второй мировой начались другие бои, так называемая «холодная война» и «гонка вооружений», когда США и СССР стремились показать свое превосходство друг над другом и воздвигли железный занавес. Фюрер также указывал, что Германия не должна присоединяться ни к одной из этих стран. Гитлер предполагал, что Союз постепенно станет отходить от своей большевистской идеологии, это замечание сбылось к концу века. Однако он же считал, что большевизм может сменить панславизм. Эту идеологию, предполагающую единение всех славянских народов, Гитлер называл очень опасной для Европы. Кстати, про США фюрер говорил, что эта страна погибнет еще до поры зрелости, как ребенок, пораженный слоновой болезнью. Тут он немного ошибся, до зрелости Штаты как раз дожили. Адольф Гитлер указывал, что Штаты это монстр, пожирающий всех, кто туда попадет. «Перенесите германца в Киев, он останется германцем, но перенесите его в Майами, он станет дегенератом, настоящим американцем», утверждал фюрер. Он добавлял, что германская кровь должна направляться только в сторону Востока. Там немцы останутся такими, какие они есть. Кстати, в этом последнем определении есть некая злоба против США, ведь Гитлер до последнего ждал, что Рузвельт или сохранит нейтралитет, или же вступит в войну против Советов. Рузвельт не дожил до победы СССР совсем немного. Он умер 12 апреля 1945 года. Гитлер радовался этому факту, так как сменивший Рузвельта Трумэн имел совсем другие взгляды. Как мы видим, некоторые пункты завещания Гитлера сбылись в наши дни. Особенно это касается возрождения нацистского движения и противостояния США. Но тут не надо быть провидцем, чтобы описывать вещи, которые доступны обычной логике. Тем более, что возвращение Гитлера в этот мир не состоялось и не произойдет никогда.